Привет друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы увидеть 12 человек, которые на протяжении нескольких месяцев боролись с лишними килограммами. Доказали, что если иметь силу воли, то можно перешагнуть море. Море лишних килограммов. Это Акулья сушка. И сегодня в финале проекта встретятся огонь и лед. Реди, гоу, старт! Это финальная серия Акулии сушки. С миром нельзя друзей. Маша, не жри! Но перед тем, как мы объявим результаты, давайте вспомним самые горячие моменты этого сезона. Теперь пришло время приступить к изнуряющим тренировкам. Раз, два. Но для начала мы в студии Андре-Анри, чтобы облачить наших подопечных в специальные мотивационные футболочки, в которых жир плавится намного быстрее. Ты считаешь, что желтый цвет тебе не идет, да? Если ты не похудеешь ни на один килограмм за неделю, готова стирать футболки всем целый месяц? Нет. Ребята, кудеют. Это не так просто. Надо немножко их бодрить. Мы закончили разминку-растяжку или нет? Закончили, закончили. Закончили. А для чего мы это делали? Для того, чтобы поиграть в футбол без травм, правильно? Это четко. А то все. Что все? Натяжение. Самая главная просьба к вам сегодня, товарищи, не помрите. Вот так холодный лед встречает пламя акульей сушки. Ну а сейчас я хочу пригласить сюда тех людей, без которых этот проект не состоялся бы. Во-первых, автор проекта Андрей Акула-Шарков. Ты не сделал то, что надо было сделать. Наказаны будут все. Пришли в спортивный клуб, научились терпеть. И я объявлю результаты сегодняшнего взвешивания. Ребят, мы себя любим. Мы себе нравимся. Мы хотим жить. Мы прошли с вами огромный путь. Кто бы не победил сегодня, не стал чемпионом, каждый участник для меня победитель. Они огромные молодцы. А сейчас приглашаю сюда главного эксперта и тренера проекта. Иван Убийца Жироподрес. Ну, как мужчина, вы же не проверяли меня еще? То есть, чем больше руки, тем лучше мужчина. С этого дня до нарушения дисциплины я буду выгонять проекта. Кто это к нам пришел? Ревизор? Привет. Убийца Жира Иван Подрес. Привет. Как дела у вас? У нас, не знаю, надо у тебя спросить. Я смотрю, у них дела, в принципе, нормально. Уже люди начали скидывать килограммы. Два. Кто два, кто четыре. А кто-то ничего. На крымском телевидении этот проект впервые. Все участники справились с ним на отлично. И не важно, кто сегодня победит. Все они доказали, что это Акулия Сушка. Точно. Приглашаю тех людей, без которых ничего бы не получилось. Также это тренеры, которые с первой до последней минуты и секунды помогали нашим участникам идти к своей мечте. Я никогда не работала, честно скажу, с ребятами вот с таким количеством лишнего веса. Но мне понравилось. Мне понравилось видеть результат своей работы. Не надо доводить себя до каких-то там масштабных объемов, портить здоровье, чтобы потом голопом-голопом приводить себя в чувство, чтобы все должно быть, как говорится, именно на здоровье. Хочу сказать большое спасибо этому проекту, моим девочкам и, конечно же, всем людям, которые здесь участвовали. Я очень рада, что поучаствовала в подобном проекте. Все ребята молодцы. Все ребята победители уже для самих себя. Это самое главное. Главное им не останавливаться. Девочки переживали, но держались и улыбались. Как бы уже все, финал. Ой, конечно, хочется пожелать, чтобы они смотрели в тарелку. Хочу, чтобы они воспользовались этими знаниями, которые мы дали, все тренера, которые дали им. И чтобы они пользовались дальше этим и достигали поставленных целей даже не только в спорте, а во всех сферах жизни. Я так считаю, что это еще не конечный финал, а финал участники покажут в будущем, когда покажут конечный результат и отличную форму свою. Ну, что хочется сказать. Все ребята молодцы и все умницы. Пусть победит достойный или достойная. Также хочу пожелать своим девочкам удачи. Я вас верю. Мне радостно от того, что мои подопечные, я уверен, достигли своих целей. Они действительно сбросили много веса. Очень грустно на самом деле, что проект заканчивается. Мы так друг к другу привыкли. Самое главное, я желаю ребятам не вернуть обратно свой вес. Хочу сказать, что вся работа, которую проделывали участники, это только начало. Главное продолжать верить в себя, заниматься спортом и тогда жизнь засияет новыми красками. Этот финал не конец, а наоборот начало. Начало новой жизни и я желаю, чтобы в этой жизни обязательно присутствовал спорт. Очень волнуюсь, да. Мне волноваться нечем, потому что я не была сильно толстенькая. Ну, я немножко сбросила вес, но до того, который я собираюсь довести, еще не дошла. Другое тело, другие чувства, по-другому ощущения. На весы смотреть противно. Сегодня я буду болеть, конечно же, за Алексея Давыдова. Да все добрые друзья собрались, все хорошо. Переживаю, болею за Андрея, надеюсь на победу. А тут есть проигравшие у нас на проекте, что ли, Саша? Поэтому для меня самая главная победа, победа над собой. У меня хороший результат, я довольна, счастлива. Теперь я буду выглядеть так всегда. Друзья, а сейчас мы приглашаем сюда тех, ради кого мы, собственно, здесь и собрались. Это наши участники. В правилах такого нет, что мы стояли раком. Я не устала, я была силой и энергии, это только начало. Только посмотрите на Бажену Аксенову, одна из самых ярких участниц сезона. Выглядит как принцесса из сказки. Бажена Аксенова пришла в проект с весом 83,5. За время сушки она сбросила 6 килограммов и теперь весит 77,5. Все, Маша отработала. Маша отработала быстро. Ну, маленькая Маша работает быстро. Мало работает. Маша работает долго. Я хочу сказать спасибо вообще этому проекту, потому что он открыл мне глаза на много, открыл глаза на новые у меня. Все работают сплоченно в команде. Это огромный и классный шанс. На дорожке Мария Капустина. Очаровательная девушка, которая весь сезон шла к финалу. А теперь вся такая нарядная идет по красной дорожке. Мария Капустина. И ее стартовый вес 62,800. За этот сезон она похудела на 8,400. И сейчас весит 54,400. Как вы так подгадали, что сегодня финал проекта, а через два дня у вас свадьба? Это вы подгадали. Ну, мы сегодня тебя измотаем, Наденька. При такой поддержке я понимаю, что вот так теперь я могу тренироваться и справиться со своим лишним весом. Проигравшая команда становится в колено-локтевую позицию и получает мячом по пятой точке. Мне неприятно, что люди, которые, я считаю, друзьями могут бить мне в спину. А вот и Надежда Костюченко, которая за этот сезон ощутила море эмоций. Было сложно, но девушка наметила цель и пришла к ней. На первом взвешивании весы под Надеждой Костюченко показали цифру 73,6. Хорошенько посушившись, она сбросила 12,100 и сейчас весит 61 килограмм и 500 грамм. Уже где-то даже в начальном этапе было выделено 2-3 лидера. Удивлен. То есть там есть те, которые действительно взялись за себя так. Достойно, достойно, молодцы. Только сейчас понимаю, что я была в глубокой-глубокой депрессии. И спасибо большое вот этой команде, спасибо большое опять этому проекту, который действительно меня вытащил из этого состояния. По 4-5 порции могла за полдня съесть. Чего я должна сейчас бегать, играть в футбол, если не знаю условий? Авторитет получает только капитан команды. Наталья Болдырева собственной персоной. Слезы в прошлом. Улыбка и отличное настроение сейчас. Наталья Болдырева пришла на проект в весе 89-900. Успела похудеть на 13-200. И сейчас весит 76,7. Я скажу так, я доволен не только своими подопечными, а также всеми участниками. Потому что за такой короткий период все отлично похудели и показали просто шикарный результат. Какое упражнение тяжелее всего? Вот, танец Патрика. Настолько стали как-то ближе, роднее даже. Такую женщину в хозяйстве иметь очень полезно. Уже не чужие люди. Я же сказала, я не плаваю, но что вы делаете? Жанна Смолега, девушка-эпатаж. Сегодня ее роскошное платье развивается в финале сезона. Жанна Смолега, ее стартовая точка 84,500. Девушка похудела на 15 килограммов 400 граммов и сейчас весит 69,100. Люди с избыточным весом часто стесняются, боятся прийти первый раз. Им кажется, что все над ними будут смеяться, никто им не поможет. Вот на примере этого проекта мы показали, что тренера прекрасно занимаются с людьми, идут навстречу и все легко и просто, приходите в зал и будет помощь. Сюда пришла похудеть, мне не нужны ни призы, ни какие-то там слава на экране. Да здесь уже просто камень. А так все хорошо, огонь, через тернии к звездам, вперед к победе. Я собираюсь сбросить не меньше 35 килограмм. Я очень в шоке от того, как они выглядят, как они изменились. На них очень сидят шикарно платья, я очень доволен их результатом. Сусанна Юрченко. Через тернии к весам, вернее к цели. Сусанна показала отличный сезон. Вот так и зажигаются звезды. Сусанна Юрченко. В начале проекта 109,9. Но сбросив 15,5 килограммов, она похудела до 94-400. Ребята большие молодцы, добились очень больших успехов. На 15 раз. Я стараюсь ни за кого не болеть, в середине как одна большая семья. Раз, два, три, четыре. Пятюня, отцу. Без большинства. По объемам я прям сдулась, как шарик. А что ж ты делаешь-то? Качаюсь. Женщины. Качаюсь? Психика. Да, первые две недели просто оторви и выброс, чтобы вообще ко мне никто не подходил. Аня Хамедулина. В ее глазах сияют звезды, а в сердце огонь. Фламя окули сушки в желтой неполезке. Аня Хамедулина. Вес в начале проекта 90 килограммов 200 граммов. Но сбросив 15,8 килограммов, девушка стала весить 74,4 килограммов. За кого сегодня болеете? Конечно, за своего мужа, Драбича Александра. Скажите, довольны ли его результатом вот за эти несколько месяцев? Насколько он преобразился вообще? Очень преобразился. И очень-очень довольна. А вы? И я. Вместе с ним более активно стала. Так просто лежал перед телевизором на диванчике. А сейчас у него походы в горы. То есть более здоровый такой образ жизни стал. Спинка ровненькая. Спинка ровненькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Саша, сдавайся. Не могу. Она села попой прямо в ворота, а я с правой стороны обогнул эту попу и забил свой победный гол. Александр Драбич. В этом сезоне было много новостей, а некоторые создавал и Александр. Шоу-мен с большой буквы. В самом начале проекта Александр Драбич весил 122,700. Ну а просушившись на 20 килограммов 700 граммов, Александр стал весить ровно 102. Как считаете, насколько качественно они выполнили ту работу, которую давали им тренеры? Процентов на 90. Ну не могу сказать, что я сегодня потрудился. Мне кажется, что я сегодня отдохнул, потому что давно не было физической активности. Ну поначалу тяжело давалось Владимиру. У нас не бывает плохих тренеров. Одна ярче другой. Я очень довольна результатами ребят, потому что преображение на лицо. Я очень довольна. 19,2. Просто, просто фантастика какая-то. Как думаешь, сегодня они немножко сожгли жирочек? Я думаю, сожгли хорошо. Все-таки это был функциональный тренинг, несмотря ни на что. Владимир вообще старается. Неожиданно, да, красавчик? Да, вот от него. Ноги трясутся, руки. Я не ожидал. Вот эта надгробная плита, она весит достаточно. На кастинге вы говорили, что не влазите в праздничный гардероб. Влезли? Он уже большой даже. Владимир Чинченко и его феноменальная сушка. Раньше он не мог залезть в рубашку, а сегодня она сидит как вылетая. Владимир Чинченко и его стартовые 124,4. Владимир сжег 26 килограммов и теперь его вес 98,4. Если дала обещание, я склонна выполнять свои обещания. Это было сделано с криком, с душой, так сказать. Да, потому что я все привыкла с душой. И иногда с криком. Мужики, я все вижу. Поднимите челюсть в полок. Гонка очень серьезная, но, наверное, в таком режиме, как обычно спортсмены сбрасывают вес перед соревнованием, чтобы войти в нужную категорию. Первая тренировка – это всегда лайт. Но, учитывая мои, как говорится, запущенные кондиции, для меня любой лайт – это хороший хард. Лучше, скажем так, худеть все-таки равномерно. Чемоданы – это очень важно. В них те 50 тысяч, которые мы разыгрываем. Идем, 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 идем. Дышим. Стоп, назад. Приготовился на камень. Али, стой, 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 стой. Стоп. Слушай, ну ты боялся упражнения, да? На самом деле, хорошо пробежал с ним. Ну да. С этими чемоданчиками. Трудничаю. Многие говорили, что у Алексея мало шансов на победу. Но он не из тех, кто просто так сдается. Вес на самом деле в застое. В застое уже как две с половиной недели. У мужчин еще очень много скидывать есть, потому что мы пришли с большим весом, избыточным. То есть я думаю, что до цели еще никто не добрался из мужчин. Ради этого заплыва этот кипишник поднимать? Да. Ради заплыва? Что показать? Я покажу в конце. Да, я сдался, у меня не хватает сил, я очень слабый шанс. Это же не спринт. Тут ходить надо. Нам главное выиграть, понимаешь? А все остальное не важно абсолютно. Ребята, давайте это делаем. У Андрея было 146 килограмм. Ролио! Стоп. Нет, я не сдамся. Я не верю тебе. Ну посмотрим. Поехали, да? Парень пришел в проект с самым большим весом. И акулья сушка взялась за него. Насколько он похудел? Хм. Влад очень целеустремленный. Он добивается больших успехов. Я в первую очередь боялся за то, что он не одобрит результат, если я буду вторым. Ему будет обидно то, что за свой труд я не получу вознаграждение. Но что я ему ответил, что свое вознаграждение я уже получил, и это видно по фотографии. Видно по телу, видно по внешнему моему. Он сказал, что он примет любой результат, так что я тоже его приму. Я думаю, что даже если мы выиграем или проиграем, отрыв будет небольшой между участниками, потому что на последних неделях все шли впритык. Ну, я уже победитель, потому что я уже сделала эту работу, я уже пришла к тому, к чему я шла, и это самое главное. Ну, я не сторонник, честно говоря, делать какие-то прогнозы даже в отношении себя. Как будет, так и будет. А сейчас я скажу, что мы тебя поздравляем с тем, что ты занял в проекте второе место. А первое место у нашего участника, у Алексея Давыдова. Леша, поздравляем тебя. Вот ты и дождался этого момента, к которому стремился, шел, удивил. Молодец, потрясающе. Вот она, первая тройка победителей телепроекта «Акулия Сушка» первого сезона. Я, Леша, не верил. Это я знаю. И на первой тренировке он нам показал, что он был изначально не готов к этому проекту, но он его выиграл. А я верил в «Акулию Сушку». И я не ошибался. Посмотрите на этих прекрасных людей. Посмотрите на всех наших участников. Это потрясающий результат. Ура! Спасибо. Сейчас приглашаю сюда Владимира Андреевича Константинова, председателя Государственного Совета Республики Крым, мастера спорта Советского Союза по дзюдо. Хочу поприветствовать победителей этого замечательного конкурса. Хочу сказать, что занятие спортом, здоровый образ жизни, следить за своим весом – это не дань какой-то моде. Это то, к чему человечество пришло после тысячелетней своей истории. Это норма, без которой сегодня невозможно жить, невозможно работать, невозможно быть эффективным, невозможно долго жить, невозможно долго жить и быть полезным и своим близким, и своим родственникам, и общественной жизнью, и так далее. Поэтому я на своем собственном примере всю жизнь свою сознательно занимаюсь спортом. Каждый день я уделяю этому внимание, очень тщательно слежу за питанием, и считаю, что именно это позволяет мне иметь силы для этих многочисленных проектов, которые я по роду своей деятельности сопровождаю. Поэтому всем спасибо участникам и организаторам этого замечательного конкурса. Так держать, и как можно больше других крымчан приглашаю на участие в этом замечательном конкурсе. А сейчас сюда приглашаются наши партнеры. Спортивный клуб «Глобус Спорт». Добрый день. Хочу поздравить всех участников с окончанием проекта. Очень рад, что финалист, победитель этого проекта, участник нашего клуба. Хочу подарить сертификаты на посещение наших клубов. Мы на связи, да. Я сказала, что я в любом случае буду их поддерживать. Если нужна моя помощь, всегда, пожалуйста, в любое время. Спортивный клуб «Альбион». Здравствуйте. Хотели поздравить наших участников, конкретно нашего, с победой. Вы добились больших успехов. Здесь пройдена огромная работа. Рома его там душит, видимо. Или непонятно, чем кормит. Проект у нас жесткий, да, акулия сушка. Почему у всех не получается, а у него получается? Людям же легче так сказать про человека. Никто не скажет, что он молодец, что он упорно тренируется, держит диету. Приходит помимо Ромы еще сам и ходит на дорожке. Никто этого не видит или не хотят видеть. Проще сказать, что Роман дал волшебную таблетку, и он сам похудел. Спортивный клуб «Пауэрлайф». Ребята, всем привет. Всех поздравляю. Вы дошли до финала. Это самое главное. Самое главное, чтобы не побоялись, пришли. И хочу, конечно же, поздравить нашего серебряного призера Андрея, который занимался в нашем клубе непосредственно у Влада. Он молодец. Его отделяло от победы совсем чуть-чуть. Всего лишь полтора килограмма от победы. Но ничего, в следующий раз будет стараться больше. Так что всем спасибо. Всех поздравляю. Все молодцы. Посмотри на тех 12 человек, которые пришли тогда, которые стояли, все перепуганные, толстенькие, с большими ряхами. И сейчас на людей. Студия фото и дизайна Андрея Андрея. Всем привет. Поздравляю всех финалистов с этим замечательным днем. Мы уже очень давно болеем за всех, за этот проект. И хочу вручить подарочки финалистам и первому, второму и третьему месту. Автошкола «Магистраль». Хочу поздравить двух участниц Кули Сушки, что они достигли такого результата. И хочу их пригласить на обучение в автошколу «Магистраль». Это Сусанна Юрченко и Жанна Смолега. От отеля Порт-Омара призы вручу я. У нас такой семейный отель, семьи с детьми. И тут приехала команда таких заметных людей. И они, в общем-то, возбодрили всю нашу жизнь на два дня. Я участница, которая по коэффициенту скинула самый большой процент от собственного веса. Итак, Светлана Крупчан. Светочка, выйди сюда, пожалуйста. Ты у нас получаешь сертификат на проживание в отеле «8 дней, 7 ночей». И также скидочный сертификат 30% на программу «Детокс». А сейчас пришло время вручить главный приз – 50 тысяч рублей. Его вручает автор проекта Андрей Акула-Шарков. Ну вот и настал этот момент. Определен победитель. И мне придется расстаться с главным призом. С сертификатом, который подготовили спортивные клубы. «Глобус Спорт», «Пауэрлайф» и «Альбион». Сертификат подарочный на 50 тысяч рублей. Вручается победителю проекта «Акулия Сушка» Алексею Давыдову. Леша, поздравляю тебя от всей души. Ну, первая? Ну, да. Как официент, да? В общем-то, да, как я и думала, как официент, я заняла первое место. Довольна? Конечно. Леша скинул на 2 килограмма, получается, больше, чем я. Леша молодец. Леша трудяга, на самом деле. Удивил очень сильно. Мы очень довольны. Я очень рад за Лешу. Мы еще находимся в состоянии... Леша очень много времени провел на ледовом катке. Еще холодно. Мы счастливы. Леша получил то, к чему шел. Ну, правда, есть маленькая частичка грусти о том, что все-таки сегодня это последний день. Ну, а покушать после проекта-то можно? Не-не-не, зачем? Я аж продолжаю. Работа идет. Есть еще над чем работать. Есть что сбрасывать. Итак, друзья, награда нашла своего победителя. Впереди зимний сезон. Следите за эфиром. Это Акулья Сушка.